Нечищенные дороги и дворы, а также сосульки с крыш – темы, по которым приходит больше всего жалоб от жителей. В администрации городского округа прошло рабочее совещание, на которое пригласили руководителей управляющих компаний, представителя госжилинспекции. Последние уполномочены не только оштрафовать коммунальщиков, но и лишить лицензии. 13 января на портале Добродел появилась вот эта заявка из Юркина. Сосулька стала достопримечательностью деревни. О ней знали на всех уровнях власти, потому как неравнодушные жители отправляли жалобы повсюду. Но рабочие управляющие компании упорно их игнорировали. Три дня гласила и я, и мой заместитель, и в чат, и звонили Светлане Львовне, «Христораде уберите эту сосульку». Она везде, в самых ярких местах, сейчас еще губернатора отправят. Вот ничего не произошло, это праздники новогодние закончились. У меня инспектор поехал на проверку, приехал, сказала, она уже не два, она уже три метра, эта сосулька. И, о чудо, наступил конец января. Сосульку все-таки решено было убрать. Для деревенских жителей появление техники в Юркино стало событием. Была одна большая машина с лестницей, с выкидной. Вот, и представитель какой-то, ну вот на этом, на машине был. Вы знаете, вот сколько я тут живу, первый раз, чтобы сосульки приехали, сбивали, это вообще. Сосульки сбили не на одном доме, а на всех четырех двухэтажках. Но радость длилась недолго. Пришла с работы, вышка подъезжает к нашему подъезду. Я зашла в дом, включила свет, свет есть, вот так что-то, бух-бух, и свет сразу выключился. Я вышла к ним, мне тут водитель, я водитель, вышки, я ничего не знаю. Свет в квартиры жители вернули через пару часов, но в этом вся суть работы сотрудников управляющей компании. Естественно, не всех, но неудивительно, что и в подмосковных рейтингах они далеки от лидерских позиций. И жалоб на доброделие в администрацию округа много. Расчистка дорог и тротуаров от снега и удаление наледи с крыш. Сегодня были поставлены перед ними четкие задачи. Они были предупреждены о той мере ответственности, которая в их адрес будет применяться. Поставлены в такие рамки, что в течение суток наледь и расчистка внутридворовых территорий должна быть осуществлена. За невыполнение работ управляющей компанией займутся сотрудники госжилинспекции. Потому что вы должны понимать, как только жалоба поступает нам, мы выходим, и это 14.1.3. 14.1.3 – это 200-300 тысяч штабов. Два раза на один дом вышли, а вы знаете, те люди, которые обращаются на доброделы, они и будут писать. Это значит бесконечно будет. Два раза на один дом вышли, два неисполненных предписаний, дом включается из реестра лицензии. А потом отзыв лицензии, когда там более 25% домов входит. По этому пути сейчас уверенно шагают две управляющие компании, которые не только не выполняют возложенные на них жителями обязательства по ремонту и содержанию домов, но и проявляют чудеса изобретательности. Вот так, например, капитально отремонтировали подъезд в деревню Губина управляющей компанией «Домсервис». На подобные совещания не являются, жители до них дозвониться не могут, прием жителей они не ведут. Жилой фонд в ужасающем состоянии, не говоря уже о внутренних каких-то коммуникациях, поэтому помогите нам, пожалуйста, избавиться от них, будем вам очень признательны. У нас аналогичная позиция. Надеемся, что до следующего рейтинга мы все-таки как-то подойдем к тому, что этих организаций у нас не будет. Сейчас в Подмосковье действует более 100 тысяч управляющих компаний. Многие из них, мягко говоря, неконкурентно способны, и качество их работ хромает. Поэтому правительством Московской области разработан проект по отбору лучших. Требования настолько жесткие, что, по предварительным данным, через полгода количество обслуживающих дома компании сократится вдвое. Продолжение следует...